Друзья, приветствуем вас! В эфире Кузница Железные Братья. Недавно был большой церковный праздник, Троица. Прошло почти две недели, ну а как известно, это самое благоприятное время для заготовки березовых веников. Один из самых доступных способов фитотерапии в наше время, это сауна, и березовый веник будет отличным помощником нам в этом деле. Сейчас мы находимся на даче, хотим заготовить березовых веников. Обычно я делаю это с помощью небольшого топорика, раньше я пользовался топором малыш нашего производства, в этом году я сделал себе вот такой подарок, топор универсал. Здесь все-таки более длинная рукоятка, соответственно больше рычаг, можно взять его таким хватом, таким, если что-то подтесать. В общем, для мелких работ, на мой взгляд, это идеальный помощник. Я, конечно, не призываю всех покупать его именно для заготовки веников, да, то есть это полноценный охотничий топор, который рубит и деревяшки более крупного размера, например, на костер, щепу, небольшие полежки. И при разделке крупного зверя, ребра, хребет, позвонки, он тоже легко справится. Ну, просто хотим продемонстрировать вам его при мелких работах. Ну, например, идеальная веточка для березового веника должна выглядеть вот так. Она не должна быть толстой, иначе веник будет существенно прижигать вашу кожу. Вот, небольшая тонкая ветка с молоденькими листочками, мягкая, пышная веник будет чудесный. Мы не будем обрубать одну березу, да, то есть у нас такой молодняк растет на соседнем участке. То есть мы с каждой березки по несколько веточек. Где-то веточки потоньше, потушнее. Уже толстовато, ну ладно, мы ее подрубим, тоже подойдет. Собственно, мы не будем вас утомлять процессом, пока мы нарубим ветки на определенное количество венчиков. Сейчас заготовим и покажем вам, как правильно вязать веник. Итак, готовы ветки для заготовки нашего березового веника. Веник мы набрали таким образом, чтобы он комфортно лежал в руке. Веники я вяжу следующим образом. Помню, еще в детстве отец вязал их именно так. Делил веник примерно на две равных части. Складывал крест-накрест. И в том месте, где будет начинаться рукоять, связывал следующим образом. Вот эту крестовину перевязываем. Формируем нашу рукоятку, делаем узел. Веревочку мы используем льняную, натуральную. Не люблю в бане синтетические материалы. Сейчас в наше время, конечно, вяжут и синтетическим шпагатом, кто-то даже скотчем. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Связали двойной узел. Еще разок перекинули шпагат. Свяжем еще узелок. Сейчас, конечно, это дело сильно упрощено. Завязывают просто в двух местах узелками. Но, на мой взгляд, это и привычнее для меня. И надежнее. Теперь формируем рукоять. Складываем наш веник. Таким вот образом. Так. Вот этот конец мы выпускаем наружу. Вот видите, какой веник получился пышный. Но мы его потом подровняем. А длинный конец наматываем вокруг рукоятки. То есть стягиваем ее. Вот рукоять мы стянули. И теперь начинаем накручивать ниточка к ниточке, чтобы плотненько, аккуратненько. Так, извиняюсь, кажется, я замотал. Так, вот этот конец шпагата мы оставляем. Вот очень важно не замотать его, иначе потом не свяжем веник. Так, возьмем его. Так, выпустим наружу. При хранении, при длительном хранении, эти листочки лучше удалить. Они могут заплесневеть. Но мы веники эти сушить не будем. И будем париться в ближайшие выходные. Поэтому нас это не сильно заботит. Мы просто связываем наш веник. И в ближайшие выходные будем наслаждаться его ароматом в горячей бане. Это будет рукоятка нашего веника. Все будет стянуто. То есть даже при длительном хранении ветки уже не будут из него вываливаться. Если дерево сохнется. Конечно, в идеале, на мой взгляд, в веник лучше добавлять еще пару веточек полыни. Но полынь еще не созрела. Можно для аромата добавить крапиву. Для аромата, для здоровья. Так, еще немножко. Наматываем. Поехали. вот собственно формируется рукоять нашего веника держать его будет очень удобно ничего не будет разъезжаться все плотно аккуратно подвязано поглядеть какая красота парить с таким веником одно удовольствие вот собственно процесс обмотки подошел к концу теперь нужно завязать узел здесь не нужен никаких особенных узлов просто перехлястываем таким образом чтобы шнурки два конца шпагата встретились навстречу друг друга так обычный узел я перехвачу чтобы было поудобнее двойной узел еще раз перехлестнем и снова завяжем узелком для надежности контрольный что называется все веник почти готов теперь мы обрежем шпагат и обрубим концы веток чтобы они не мешались чтобы веник был поаккуратнее ветки не торчали в разные стороны мы их тоже подровняем ну собственно вот готов наш веник да мы немножко запарились помотали шпагат но зато веник получился удобный комфортный будем париться спасибо за внимание с вами была кузница железные братья я и сегодня в и и и и и и